Всем привет! Это подкаст про жилье. Сегодня мы поговорим о том, как риэлтору в новой реальности продвигаться, когда некоторые соцсети заблокированы. Поможет нам в этом Марьяна Белькова, бизнес-тренер в сфере недвижимости. Здравствуйте, Марьяна! Здравствуйте, коллеги! Ну что, после блокировки известной нам всем соцсети в марте, как изменился рынок продвижения в онлайн у риэлторов? Куда они теперь идут для продвижения себя, для поиска клиентов? Я бы сказала, что все разбежались в разные стороны и, к сожалению, приходится теперь работать в три раза больше. Если раньше можно было весь упор сделать на запрещенную соцсеть и радоваться жизни, в принципе, все потребности риэлтора она удовлетворяла, то сейчас нужно, как я уже сказала, в три раза больше работать. То есть переводить людей, которые давно с тобой, твои подписчики, из этой соцсети в другие — это первый объем работы. Второе — это развивать свой ВКонтакте, потому что это единственная соцсеть, где остался таргет, и можно настроить рекламу за деньги или бесплатно на людей, которые интересуются недвижимостью в вашем городе. И третье — это программ, соцсеть, это даже не соцсеть, а мессенджер с элементами соцсети, который получил больше прилив аудитории, и туда ринулись риэлторы, и кто-то успел сорвать свой куш. Так, а насколько это обосновано и куда лучше идти из этих соцсетей и мессенджеров? Это все зависит от вашей целевой аудитории, как это все отвечают, конечно, но тем не менее, это так, смотря кому вы продаете. Если вы продаете мамочкам в декрете и проводите сделки с материнским капиталом, то, скорее всего, это будет ВКонтакте. Если вы в регионах, где ВКонтакте исторически никуда не уходил, это, допустим, Санкт-Петербург или Ижевск, то это, безусловно, нужно идти в эту соцсеть. Если это регионы пассионарные, где очень много молодых, активных людей, то, скорее всего, это Телеграм, но нужно смотреть по рекламному кабинету ВКонтакте. Я всегда доверяю только цифрам, поэтому вы можете подумать, ой, Марьяна сказала идти в Телеграм, побежал в Телеграм. На самом деле, нужно зайти хотя бы ВКонтакте в рекламный кабинет, это совершенно бесплатно, и посмотреть, сколько людей интересовались недвижимостью в вашем регионе за последние 30 дней, и у вас будет цифра, на которую вы будете опираться. В Телеграме, к сожалению, рекламного кабинета нет, точнее, он есть, но минимальный порог входа – это 2 миллиона рублей. Я видела пока только двух застройщиков, которые решились настроить эту рекламу, и одного юриста, как ни странно, у которого тоже было 2 миллиона рублей. А так это в Телеграме, к сожалению, эту информацию не посмотреть. Про жилье. Я так понимаю, что Телеграм, туда все побежали делать Телеграм-каналы, и из-за этого возник какой-то огромный пустырь этих Телеграм-каналов, и создается ощущение, что это какой-то информационный шум, потому что их очень много, их ставят на мьют, не читают, и как будто бы это неэффективно. На самом деле, я соглашусь, смотрите, Телеграм – это, во-первых, мессенджер, то есть, если вы общаетесь в Телеграме со своими потенциальными клиентами, то вы там слишком близко к ним находитесь, то есть, ваш канал находится, если они подписались, в перемешку с перепиской с мамой, мужем, женой, детьми и так далее. Поэтому цена ошибки там высока. Если вы, если в отличие от запрещенной соцсети или ВКонтакте, там была умная лента, то есть, сама соцсеть фильтровала контент, и вы не всем своим подписчикам показывались, и могли, имели шанс им не надоесть, то здесь в Телеграме такой умной ленты нет, потому что это мессенджер. Все происходит в хронологическом порядке. Плюс еще есть ограничения всего, ты можешь подписаться, если у тебя не Телеграм премиум, на 500 каналов. И вот среди 500 каналов ты конкурируешь. С кем? С Ксенией Собчак, различными журналистами известными, блогерами. Да, различными каналами различного вида контента. Сейчас, смотрите, экономика внимания. Мы конкурируем, по сути, за место в 24 часах дня человека, вашего потенциального покупателя. Есть ли у вас какой-то контент, чтобы конкурировать с теми же блогерами или журналистами? Если в соцсетях классических это сделать было проще, даже личным контентом, то в Телеграме это сделать очень сложно. Потому что Телеграм – это только экспертный контент, в основном, особенно в недвижимости. Там ты своих условных котиков и котлетки не выставишь. Если сравнивать это метафорой, то ВКонтакте – это магазин, не знаю, какой магазин есть в каждом регионе. Лента, пятерочка, магнит. Ты туда заходишь, и ты можешь купить там все от ферри до муки. Телеграм же – это специализированный магазин сантехнических труб. Вот так вот можно сказать. То есть ты подписываешься на какой-то узкопрофильный канал, где хочешь получать выжимку полезной информации, и не хочешь видеть в своем Телеграм какую-то бесполезную информацию. Есть исключения – это каналы личных брендов. То есть я видела у риелторов и такие кейсы, когда ты успел в запрещенной соцсети завоевать, так скажем, любовь и признание какого-то количества людей, и успел перевести их на свой Телеграм-канал. И продолжаешь вести тот контент, который в запрещенке ты вел. То есть показывать детей, какие-то свои личные переживания и так далее. Вот если фанаты перешли, которые давно за тобой следят, тогда уместно вести личный контент. Если ты начинаешь с нуля в Телеграм, то этого делать ни в коем случае нельзя. Нужно именно точный экспертный контент и непоправимую пользу писать. Какие-то прям инсайты. И напоминаю, всего 500 каналов у людей. Если ты не премиум подписку купил, соответственно, это не 7 тысяч подписок или ВКонтакте, по-моему, 10 тысяч друзей можно добавлять. Тут как бы гораздо хуже все в плане конкуренции. Вот это премиум подписка, которая совсем недавно появилась. Давайте пару слов про нее скажем. Я так понимаю, что пока она слишком дорогая и не очень понятно зачем. Но может быть у нее есть какие-то интересные перспективы, не просто же так они ее придумали. Ну, среди моих контактов, наверное, процентов 30 ее купила. Видимо, у меня люди, которым 400 рублей не жалко. На самом деле, я тоже сейчас, кстати, планирую ее купить. Оказалось, что мне это нужно, потому что там по пересылке больше гигабайтов дается для пересылки файлов. А мне оказалось, это нужно. Очень удобно с помощниками так общаться. Поэтому, если у вас есть помощники, те же SMM-щики, контент-мейкеры, сториз-мейкеры, вы можете большие файлы им пересылать, покупая премиум. Потому что в обычном Телеграм всего 2 гигабайта можно пересылать. Плюс там больше как раз Телеграм-каналов дается. По-моему, я не знаю, байкает или нет. Можно поставить запрет на пересылку вам кружочков и голосовых. А ради этого стоит купить. Но на самом деле, как я понимаю, многие купили Телеграм-премиум. Во-первых, чисто для интереса. Поиграться. Да поиграться. И вам еще дается звездочка. Это как в запрещенной соцсети была галочка или верификация ВКонтакте. В Телеграм вам дается звездочка. И ты в ленте переписок и контактов очень выгодно выделяешься. Типа твоя фамилия, имя и плюс звездочка. И многие ради этого статуса премиум и купили. Это забавный факт, но понты наши все. И это работает. И ради звездочек можно заплатить сколько там? 450 рублей. Я слышала, кто-то обещал до 250 снизить, но пока у меня стоит 450, по-моему. А каких-то возможностей продвижения там, я так понимаю, особо все равно нет? А официальная реклама в Телеграм стоит 2 миллиона евро. Пожалуйста. Дается только... Есть способы зайти с двумя миллионами рублей. Есть несколько диджитал агентств, которые выкупили пул у Телеграм. Но, опять же, там дается всего, не помню точную цифру, то ли 160, то ли 150 символов. Ты можешь, то есть это три строчки текста, без возможности АБ тестирования, без возможности вставить какой-то аудио или видео файл. Вот эти три строчки текста ты на рынок выпускаешь, так скажем. Зайдет, не зайдет, мы сейчас ждем как раз на днях результата кейса застройщика, потому что он первый это проэкспериментировал. Но уже забавный кейс, потому что, допустим, у них реклама была в канале Ксении Собчак. Кровавая барыня. Кровавая барыня, да. А Ксения Собчак их очень критиковала. И у нее были серии постов о том, что какие-то там были проблемы. И вдруг появляется реклама. И она пишет, что эта реклама против моей воли, не я ее размещала. Поэтому вот вам напоминаю, что такие-то, такие-то косяки у этого застройщика. Вот забавный случай. Но надо считать цыплят по осени, надо смотреть цифры. Их пока на рынок не озвучили. А как вы вообще относитесь к кружочкам и голосовым сообщениям вот в этих телеграм-каналах? На удивление, да. На самом деле, когда мне лично присылают голосовые сообщения в любом мессенджере, в соцсети, я их даже не слушаю. Я считаю, это неуважение ко мне, когда ты первое, там, не здрасте, не до свидания, присылаешь голосовое сообщение. Самый ценный ресурс в жизни – это время. Даже ни один миллиардер его себе не смог купить. И я свое время очень ценю. Почему я должна от незнакомого человека слушать какое-то голосовое? Я что знаю, что там внутри? Да, это я минуту времени потрачу. Я, в общем, жадина, я своим временем так не делюсь. Другое дело, когда переписка уже идет давно, и ты с человеком общаешься, иногда можно такое делать, потому что, кто изучал на УПИ, знаете, что у нас есть шесть каналов восприятия. Это визуальный контакт, мы 85% людей визуалы, 80%, 20% аудиалов. Вот как раз для аудиалов очень важно твой голос послушать. Это удобно, особенно если ваши потенциальные покупатели, допустим, бегуны. Я вот бегаю, я слушаю подкасты. Это очень, очень полезно. Еще остальные, это киноэстетики, олфакторный, густоторный канал восприятия, это понюхать, полизать и так далее. Так вот, аудиоформат, он именно для аудиалов. И дополнительно, опять же, то-то визуально общаешься текстом и картинками, вдруг аудиально, и человек тебя еще лучше воспринимает и запоминает. Это очень полезно. Но в основном в соцсетях это раздражало. Исключение это был Клабхаус, который быстро всем надоел. И, как ни странно, вот именно Телеграм, это тоже исключение. В Телеграме иногда, иногда ключевое, принято именно записывать аудиоформат. Почему именно в Телеграм он прижился? Скорее всего, потому что там можно ускорять на два, ставить разную скорость. Вот в ВКонтакте, допустим, этот формат вообще не прижился. Там тоже есть подкасты, если знаете, но как-то вот они не зашли. Не знаю почему. В Телеграме зашли. По поводу кружочков. Раньше их вообще практически никто не использовал. Пока пару месяцев назад, наверное, даже больше полугода, наши стендап-комики не завели канал Круги на полях. Есть такой Телеграм-канал, который буквально за пару месяцев набрал более миллиона пользователей. И там эти комики общаются только кружочками. Это очень смешно, забавно. И ТНТ сделали вообще интеграцию в этих кружочках. Всякие анонсы классные делают. Научились кружочки записывать заранее и монтировать, что раньше было тоже недоступно. И эта культура пошла в массу. И сейчас кружочки тоже хорошо заходят. Знаете, это можно отдаленно сравнить со сториз. Вот только хотела спросить. Да, потому что сториза же в Телеграме нет. А хочется иногда все-таки показать себя и не только экспертный контент выпускать. Или хотя бы показать, что я пишу этот экспертный контент, а не какой-то абстрактный риэлтор. Поэтому кружочки я делать рекомендую. Тоже дозировано, как и аудиоформат. Единственное, что девочкам здесь гораздо хуже, потому что когда ты записываешь кружочек, ты не можешь поставить никакой фильтр, и почему-то там камера ничего не сглаживает. А мы привыкли в другой соцсети, что все сглажено. Вроде ты моложе на 10 лет и приятно. А тут ты старше на 10 лет. Поэтому предупреждаю девочек, что это может останавливать. Но опять же есть специальные боты, через которые ты можешь заранее записать кружочек, отредактировать где-нибудь в какой-нибудь программе, морщинки подправить, носогубочки убрать и вперед. Так хорошо, с Телеграма более-менее понятно. Про жилье. Кто перешел ВКонтакте? Как туда? Туда можно переехать со всеми своими сторисами из дома, тем, как ты занимаешься йогой, завтракаешь и прочим? Или там тоже все-таки какой-то свой формат, более экспертный контент? Ну и плюс там же есть сообщество, а есть частная страница. Вот что выбирать? Да, ВКонтакте наиболее подходящая соцсеть по форматам контента, если сравнивать ее с запрещенной соцсетью. И туда было логично перейти. Но не все перешли. Вот в чем дело. То есть, если вам нравилась запрещенная соцсеть, вы любили делать сторис, рилсы и так далее, и хотите продолжить, но боитесь оставаться в той соцсети, то ВКонтакте очень логичная платформа для переезда. Но, к сожалению, просто не все туда перешли. Почему? Скорее всего, потому что ВКонтакте перемудрил с форматами контента. То есть, если в запрещенке это было всего несколько форматов, это был пост с картинкой, рилсы, новый стыренный с тиктока формат, сторис и прямые эфиры, это самые распространенные форматы, и всем хватало, то если ты заходишь ВКонтакте, там форматов штук, ну, я не считала в штуках сколько, но очень много. Это и лонгриды, и тексты, текст с фотографией, и клипы, и подкасты, и постеры, и прямые эфиры, и аудиозвонки, и видеозвонки голосовые. В общем, черта в ступе. Даже репортажи там есть. И в этом обилии форматов, то есть они с рынка взяли все форматы и запихнули в одно. И в итоге получилось все очень непонятно, люди теряются. Да, там еще кроме личной страницы есть паблики, есть группы, есть мероприятия, и непонятно, что из этого ввести. Есть маркетплейс, есть различные платформы, приложения, приложения ВК-клипы, ВК-музыка, рекламный кабинет, отдельное приложение. В общем, из-за того, что всего очень много, люди теряются. Сейчас же все должно быть просто. Нажал на кнопку, как в ТикТоке, да, и все получилось. То есть, а тут нужно трудиться. Люди трудиться не любят. Поэтому вот ВКонтакте в этом плане перемудрили. Но в любом случае, там нужно быть, я считаю, потому что единственная доступная платформа для риелтора в плане настройка рекламы, в плане работы с локальным маркетингом, это ВКонтакте. Что я имею в виду? Допустим, у вас есть квартира из-под залога по переуступке. Находите ВКонтакте группу жильцов в жилом комплексе, настраивайте на нее рекламу. 500 рублей, и вы охватите всех соседей, которые живут в определенной геоточке. А ВКонтакте можно ставить геоточку вплоть до 500 метров. Там есть классическая лидогенерация, как раньше была в запрещенной соцсети. Да, там, конечно, плохо работают аудитории, похожие на тех, кто у вас купил, но, тем не менее, это хотя бы что-то. Потому что из трафика у нас пока остается только из доступного. Это Яндекс.Директ, который жутко перегрет, и вот ВКонтакте. Пожалуй, это все. В Телеграме 2 миллиона евро, напоминаю, реклама стоит. А свою страницу ВКонтакте как вести и что из этой кучи форматов предпочтительнее выбрать? Опять же, все зависит от вашей целевой аудитории. Если вы ее успели в себя влюбить, они давно с вами, и вы ее перетащили из других соцсетей, и они привыкли видеть ваши истории, личный контент, то и пишите его. ВКонтакте принят, кстати, личный контент, вплоть до рецептов и каких-то личных инсайтов, в отличие от Телеграма. И в перемешку с экспертным контентом так и создавайте ленту. Причем, знаете, еще такая вот принципиальная разница. Если в запрещенной соцсети мы в основном посты делали как визитка, то есть человек заходил и решал подписаться на вас или нет. И поэтому очень важна была красивая лента, как визитка, да, и первые хотя бы 12 постов должны вас продавать. А ВКонтакте по-другому чуть-чуть умная лента устроена. И вот там посты, это как сториз в запрещенке. Вот такая метафора, подумайте об этом. Так, а сториз ВКонтакте? Там же есть еще сториз? Истории. Истории, которые смотрят очень мало народу. Вот они как раз не очень прижились ВКонтакте. Ну, по моим ученикам, ну, это совсем можно, конечно, можно экспериментировать, но я на них упор не делаю. Потому что сама умная лента ВКонтакте, она как сториз работает. Ну, то есть можно постить тот же контент, только не заморачиваться с историями, а все в ленту. Да, я считаю, что да. А то, что там будет, например, фотографии квартир в перемешку с фотографиями котиков и завтраков, это не страшно? А, когда ты заходишь на личную страницу ВКонтакте, вот нужно посмотреть, ты заходишь, и ты пролистываешь всего пару постов. ВКонтакте есть закрепленная запись. Достаточно сделать ее и внутри этой закрепленной записи сделать весь продающий контент. То есть отзывы, какие-то кейсы, всю полезнятину можно запихнуть в этот пост закреп. Остальную ленту, она просто быстро уходит, ее никто не будет особо читать. Есть, конечно, особые уникумы, которые пролистнут до 2005 года вашу историю, но, скорее всего, 2-3 последних постов будут смотреть. Поэтому именно по технологии все-таки я считаю, что ВКонтакте нужно делать посты, как раньше вы делали stories. А находить себе новых подписчиков ВКонтакте и продвигать себя как лучше, именно через рекламные возможности? Или можно тоже как-то сотрудничать с блогерами другими, что-то еще придумывать? Вот в отличие от запрещенной соцсети, там гораздо легче продвигаться. Во-первых, открываешь все контакты в телефоне и приглашаешь их в ВКонтакте. Есть такая функция. Ты находишь группы жильцов домов и занимаешься локальным маркетингом, закупаешь рекламу. У админов она стоит там где-то 500 рублей, 2000 максимум. Настраиваешь таргет на целевую аудиторию тех, кто интересовался недвижимостью за последние 30 дней там максимум можно. Там можно даже, если вы работаете с межрегиональными сделками, настроить рекламу на людей. Я на курсах как раз этому учу, что именно показывать. Вы настраиваете на людей, которые искали квартиру в вашем городе, а живут в другом городе. Ну, допустим, я житель Воркуты и ищу однокомнатную квартиру в Санкт-Петербурге. Можно настроить на них рекламу. На самом деле, рекламный кабинет и его возможности ВКонтакте, они для риелтора очень подходят. Другое дело, что алгоритм сломался сразу же, когда все перебежали ВКонтакте. Ну, надеюсь, его допилят и починят. ВКонтакте был не готов к такой массовой миграции. Миграции, да. Ну, и они очень ужесточили сразу правила. Хотя, казалось бы, наоборот, наконец-таки вернулось все внимание. Пожалуйста, сделай рекламный кабинет классный с лук-а-лайка аудитории. Нет, они его очень ужесточили. А в чем ужесточение? Теперь нельзя, во-первых, универсальную запись будет рекламировать. Это очень плохо, потому что очень много механик, именно связанных с недвижимостью, с опросами, допустим, шли именно через универсальную запись. 20% текста можно на картинке всего лишь. Картинки не должны быть очень яркие, пестрые, не должно быть эмоций в тексте, не должно быть до-после в каких-то вещах. Более жесткая модерация. Про жилье. Про тех, кто ушли, поговорили. Давайте поговорим про тех, кто остались и пользуются запрещенной нашей соцсетью через некоторые инструменты типа VPN. Таких довольно много. Есть люди, риэлторы за большой аудиторией, типа, например, Сергей Галера, который как ввел свой инстаграм, прости господи, так и продолжает его вести. Я это слово до сих пор не произнесла. Спасибо вам за это. Да, это у нас волон-де-морт сегодня просто. Вот, насколько это обосновано, то есть столько же сил тратить на производство контента, потому что, например, Галера, он очень много сил тратил, он снимает свои проходки, у него там миллион этих сторис в день, а аудитории все равно стало меньше. Насколько это обосновано, так продолжать упираться и стоит ли вообще оставаться? Или ушел уже, уходя, уходи? Я считаю, что, знаете, как инвесторы говорят, не является инвестиционной рекомендацией, да? То же самое, надо сразу спойлер поставить, это не является нашей рекомендацией, потому что, допустим, я не готова нести ответственность свою, не моральную, никакую, либо другую, если вы будете продолжать эту соцсеть вести, потому что Марианна сказала, а потом к вам придут. Я не хочу, поэтому сами делайте, пожалуйста, выбор, сами читайте законопроекты, а еще один законопроект, который вот я сейчас в своем телеграм-канале как раз опубликовала свои мысли по этому поводу, что делать новый законопроект, который уже внесен в Госдуму, если его примут, а их что-то очень быстро сейчас принимают, там вообще полный запрет ведения коммерческой деятельности через соцсеть, которая признана экстремистской. А что считается коммерческой деятельностью? Вот, ну, получение прибыли от заказания своих услуг. Соответственно, если ты откровенно там продаешь свои услуги, пишешь прайс, цены, то банкам будет предписано закрытие твой счет. Вот, поэтому рекомендовать что-либо там делать, у меня, я не хочу даже, не буду браться. Но, если говорить про маркетинг, да, про продажи, чисто по логике, смотрите, вы, допустим, три года собирали подписчиков в этой соцсети, грели их. Цикл принятия решения порой очень долгий. У меня у учеников очень часто ситуации, когда человек подписался год назад, полтора года назад и только сейчас дозрел. Вот наблюдал, наблюдал, ты его вдохновлял, вдохновлял, рассказывал, и вот он решился. И вот таких людей бросать на полпути, но, согласитесь, очень обидно. Поэтому многие и не ушли из-за своих клиентов, потому что мы в ответе за тех, кого приручили. Соответственно, если бы спросили меня, ну вот как бы я делала, ну я так и делаю. Я вот своих людей, которых я приручила, так скажем, всеми силами сейчас, пока новый законопроект не вступил в силу, стараюсь перевести в телеграм-канал Белькова на проводе или в ВКонтакте, кому что удобно. Я их перетаскиваю с помощью различных активностей, магнитов и другое. Но оставляю ту соцсеть, я ее не забрасываю именно для того, чтобы максимальное количество народу перетащить другие соцсети, диверсифицировать риски. Примут законопроект, не примут, но мне жалко людей, которые со мной уже много лет, вот честно. Если у вас целевая аудитория, такие статусные люди, которым запрещено скачивать VPN или тяжело скачать VPN, то переходите в другие соцсети. Про жилье. А какие другие еще способы продвижения после того, как все вот это вот случилось и у нас появились некоторые ограничения, какие еще новые способы продвижения или хорошо забытые старые появились, которые вы можете рекомендовать? Самое экзотическое, если мы говорим про Telegram, это был недавний кейс о покупке рекламы на канале Ксении Собчак. Риэлтор купил рекламу за практически полмиллиона рублей, просто пост стоил, но он сразу получил 12 заявок, а это сегмент элит и премиум Москвы, то есть эту интеграцию он окупил, но здесь этот пример как бы не повторить, если у вас нет интересного канала, потому что у него и канал был интересный, это такого из последнего, а так получается больший вес именно в развитии соцсетях идет работа с текущей базой и на самом деле рассказывать о том, как по правилам нужно привлекать подписчиков, это пригодится одному процентам из ста риэлторов, остальным это даже не нужно, поверьте моему опыту, почему, потому что большинству риэлторов во-первых сказать нечего в соцсетях, поэтому логичнее всего, что сделать любому риэлтору, а дальше уже смотреть могу ли я дальше идти и хочу ли или нет, это собрать всех бывших клиентов куда-то на какую-то площадку, все зависит от того, какие у вас бывшие клиенты, может быть это будет в ВК, может быть одноклассники проси господи или в телеграмм, например, у вас много инвесторов, пассионарных, активных людей, которые готовы инвестировать, которые не боятся ипотечного плеча, которые явно знают, что такое телеграмм. Лучше вместо того, чтобы покупать рекламу у Ксении Собчак условно и заморачиваться с какими-то там таргетами, соберите бывших клиентов в свой телеграмм-канал, сделайте для них телеграмм-канал интересный. это будет для вас поверьте гораздо результативнее, чем искать новых, потому что старые бывшие клиенты, если вы их не ведете дальше, если вы о себе не напоминаете, благодарность имеет свой срок, полгода, через полгода вас никто не будет знать, потому что придет тот же галера или любой другой риэлтор, который классно ведет эфиры и снимает сторис и заберет внимание, сейчас экономика внимания, но в основном риэлторы делают какую ошибку, они приходят в соцсети и ищут новых клиентов, да вы старых сначала соберите, это уже будет работа, у вас будет уже сделок столько, что вам новый не понадобится, нужно привлекать, я считаю, всем риэлторам старых клиентов, откройте ватсап и пригласите всех на свой телеграмм-канал, все. Это расчет на повторные покупки или на рекомендации? На рекомендации, ну и повторные покупки, может быть, сейчас цикл переезда где-то 5-7 лет, тем более сейчас, в отличие от наших тех же родителей, которые покупали одну квартиру на всю жизнь и ее там холили-ли-ли-ли, сейчас квартирам многие относятся как к новому айфону, пожил три года, поменял, пожил три года, поменял, и там повторные покупки очень даже возможны, но даже не это главное, главное это рекомендации, постоянно быть вниманием, в поле внимания своих бывших клиентов, чтобы они вас не забывали, чтобы они вас рекомендовали, он сегодня увидел твой пост, завтра он на площадке детской мамочка порекомендовал тебя, почему нет? это адекватная работа любого риэлтора, поэтому когда руководители говорят, нет, мы не будем прокачивать своих риэлторов в соцсетях, потому что они свой бренд разовьют и уйдут от нас, это бред, если человек способен развить свой личный бренд, он и без ваших запретов его разовьет, я считаю, что в 99% случаях личный бренд развивать риэлтору не стоит, это отвлекает от основной работы и на самом деле не всем есть что сказать этому миру, если есть что сказать, идите в личный бренд, что я подразумеваю под личным брендом, эта репутация, ваша экспертность, умноженная на большой охват, если вы хотите быть известным среди 500 ваших фанатов или бывших клиентов, это не про личный бренд история, это не про личный бренд, это про вашу репутацию, и на самом деле адекватная цель и задача любого риэлтора это стать известным или хотя бы подписать всех своих бывших клиентов на свои соцсети, допустим, ты берешь, создаешь свой телеграм-канал и твоя цель открыть свою Excel-табличку или CRM, кому как повезло, и провести работу такую, чтобы все твои бывшие контакты и бывшие клиенты подписались на тебя, это адекватная работа, это будет приносить тебе по 2-3 заявки в месяц точно, если ты это сделаешь, а в основном какая ошибка, идут на курсы к блогерам, там их учат, показывайте свою жизнь, что вы там ели, где вы спали, а кому это нужно? В эпоху информационного шума эта информация никому не нужна, и более адекватная задача как раз работать вот с этим ближним кругом, с кругом бывших клиентов, чтобы они тебя рекомендовали, и любой риэлтор с этой задачей может справиться, если окей, у вас есть топливо лететь на Марс, а личный бренд это года три нужно пахать, если есть такое топливо, пожалуйста, это приносит действительно много миллионов рублей прибыли, это у тебя решаются вопросы холодными звонками, с HR задача закрывается, но вот все мои ученики, у меня их там уже 10, по-моему, риэлторов я обучила, у меня есть звезды, это если по Санкт-Петербургу, Марина Маринова, Илья Самарин, по Москве, Олег тот же Свиридов, который каждый день в 7.15 ведет прямые эфиры, они очень много работают, очень много работают над контентом, готовы ли вы над ним работать, или вы готовы сделки делать, показывая, какой вы есть на самом деле, если вы интересный человек, не говорю, что люди не интересные риэлторы, есть классные блоги, особенно мне нравится, я фанат Макса Сэф в Санкт-Петербурге, просто блог, я не знаю, я от него кайфую, там и клады в старинных домах он показывает, и историю квартир дореволюционных, супер блог, он интересный человек, у него есть хобби, очень интересные, это истории квартир, это реставрация старинных каких-то сохранения наследия, вот если есть какая-то глобальная идея, идите туда, у каждого, если вы посмотрите на успешные блоги риэлторов, вы заметите, что у каждого этого блога есть какая-то ценность превалирующая, и вы даже сможете скорее всего ее описать одним словом, а у вас есть такая ценность, или вы просто хотите продавать, если вы идете в историю с личным брендом, с единственным посылом, я хочу заработать денег, ничего не получится, поэтому если говорить про 100% рынка риэлторов и соцсети, я считаю, что соцсети это просто новые визитки, поэтому достаточно, достаточно, и это для большинства будет уже хорошо, поверьте, я очень много аккаунтов смотрю, и плакать хочется, достаточно просто пойти сделать нормальную фотографию на аватарку, это уже 90% успеха, а какая аватарка нужна, в деловом стиле мы же все мыслим стереотипно, так зачем выбиваться человек в пиджаке, это самая нормальная аватарка, понятно, что скучно, но мы мыслим стереотипно, если мы ищем риэлтора, который будет защищать наши финансовые интересы, оденьте пиджак, сфотографируйтесь, просто поставьте свое лицо, дальше, заполните статус, шапку профиля, везде она есть, во всех соцсетях, описание, напишите, чем вы отличаетесь от других, и чем вы полезны, уже пол-дела, и закрепите, если мы говорим про ВКонтакте, там есть функция закрепить пост, напишите пост, который будет отвечать на все вопросы людей, которые приходят по рекомендации, чтобы вас было удобно рекомендовать, потому что соцсети это новая визитка, чтобы было не стыдно вас рекомендовать, все, это уже полуспеха, не надо лезть в эти блогерские какие-то вещи, это не про риелторов, конечно, если вы думаете, вот, я пришел золотую таблетку волшебную послушать, да, они мне говорят, сиди ровно, просто оформи соцсети, конечно, если есть топливо, если хотите идти дальше, есть классные кейсы, когда делаются телеграм-каналы, аккаунты в соцсетях, настраивается таргет, и агентства недвижимости, которые в это вкладываются, получают миллионы прибыли, но для этого, вот у нас в Питере есть, вот я очень люблю два канала телеграм, это медовые новостройки и компания Плеяда, у них сотрудники, которые делают телеграм-канал, это 5-7 человек, готовы ли вы нанять 7 человек, чтобы вести телеграм-канал на 12 тысяч человек, да, это будет приносить сделки, но вы готовы нанять 7 человек, то есть цена вопроса, она это собрать классный коллектив, который будет вести вам этот телеграм-канал, если вы риэлтор, который работает на себя или развивает именно себя, работайте с бывшими клиентами. Это будет гораздо эффективнее, чем идти в эту историю и залезать в красный океан конкурентов, у которых куча сотрудников это делает. Вот у вас на жилищном конгрессе вы там спикер, и у вас тема выступления как раз оцифровка сарфанного радио. Это то, о чем вы говорите. Собрать бывших клиентов в какую-нибудь соцсеть. Да, да. Это просто более адекватная задача для риэлтора. У меня есть ученики, которые добились этих небывалых высот. И я знаю цену этому. И я понимаю, что для риэлторского мира основного это недоступная история. Про жилье. После февральских событий по моим наблюдениям очень активизировалась опять телефонная реклама. Вот эти суперхолодные обзвоны про продажу новостроек. Что вы про это думаете? Смотря какой дом, смотря какая целевая аудитория. Если вы продаете в старом районе какую-нибудь хрущевку пенсионерам, у них какой паттерн поведения? Пенсионеров. Помните фильм «Операция И», когда шли к бочке пива, покупали, наливали с этой бочки, пили и шли в стенгазету читать. У них паттерн поведения читать расклейку у подъезда. он присутствует. Про жилье. Сейчас в запрещенной соцсети очень продвигается контент в формате рилса. Потребление информации изменилось. Выигрывают те эксперты, которые переходят на этот формат. Я знаю, у Саши Киселева, тоже питерский риэлтор, у него 200 заявок пришло с одного рилса. 200 заявок. А что был рилс? Про, по-моему, какую-то новую процентную ставку, 0,1, что-то такое. Это чисто экспертный контент. То есть умная лента определяет, кому показать этот ролик. Они же видят, если ты недвижкой интересуешься, заходишь на сайты по недвижке, пишешь в директ что-то по недвижке. Такая проблема есть, поэтому прежде чем идти в этот формат, рекомендация сформировать насмотренность. И смотрите блогеров не с точки зрения «О, классно!» Еще позалипая. А с точки зрения набора референсов в себе. Так. И главное, не конкурентов смотрите, а другие сферы. Это самый классный поиск Голубого океана, это искать другие сферы. Допустим, врачей, кюристов, всех, кто пишет про финансы. У меня есть ученик Эрик Розенфельд, ему более 60 лет, у него сейчас почти 400 тысяч в ТикТоке. Мы с ним начинали в августе 2020 года. 400 тысяч. И 55 в Инсте перевелось. Почему? Он каждый день снимает ролик на экспертную тему. И он в тренде. Потому что он смотрит другие ролики, что сейчас заходит. Если у тебя нет насмотренности, ты не сможешь его повторить. Вот в чем дело. Но там же еще нужно иметь какие-то навыки монтажа видео, например? Это все осваивается буквально за два дня. Если, ну смотрите, вот да, это типичное возражение. Я там риэлтор, мне 40 лет. Я думаю, господи, я никогда не освою этот монтаж. Ну а ты посмотри тогда, кто его осваивает. Десятилетний пацан? Ты что, как бы тупее, чем десятилетний пацан? Если он освоил, ты что, не можешь освоить? Это осваивается за один день. Программа Капкут, пожалуйста. А у самих в Инстаграм, в ТикТок есть встроенный, и в ВК-клипы есть встроенный редактор. Там ничего сверхъестественного нет. Вы в МФЦ такие сделки разруливаете. Вернемся к еще каким-нибудь другим инструментам. Вот у вас есть в теме выступления в Желкомгрессе про КАЗДЕФ. Вообще неизвестный не зверь. Расскажите, что это, пожалуйста, мне и нашим КАЗДЕФ это инструмент. В основном используют программисты, когда новые программы создают, нужно спросить целевую аудиторию, задать им какие-то глубинные вопросы, чтобы понять их истинные потребности. Вот это и метод КАЗДЕФ. Опрос аудитории глубинный. И я на своем курсе его применила. Я теперь обучаю, я изучаю работу мозга, а взрослые люди трудно же учиться, это не маленький человечек, у которого еще нет наросших паттернов поведения, а тут ты как бы со взрослым по-другому работаешь. Во-первых, нужно заставить мозг учиться. В основном же как курсы покупают, заплатил и не проходишь. Ну, потому что мозг уже все понял, что я заплатил, все, отстаньте от меня, все хорошо. Но никто ничего не делает. Поэтому нужно мозгу дать конфетку. И, значит, как я придумала заставить риэлторов оформить телеграммы ВКонтакте? Как это сделать? Я каждой неделе начинала с квеста. Игры. Игры – это тоже новый тренд. Обучение через игры. Я придумываю сейчас игры. У меня есть игра «Дырявое ведро» про соцсети. Ты понимаешь, сколько дырок в твоем ведре, сколько клиентов уходит, потому что у тебя не оформлена аватарка или шапка профиля и так далее. Очень веселая игра. И вот я также в свое обучение внедрила эти квесты. Значит, первый квест был как раз про КСД. Мы искали клиентов найти ипотеку. Айтишники знают, что такое КСД, потому что они пишут программы. И нужно разговаривать с айтишниками на их языке, чтобы они тебя восприняли. И я придумала серию глубинных вопросов, которые мы задавали айтишникам. И для них это было очень органично. Никто риэлтору ни одному не отказал. Ни один айтишник. Благодаря этим вопросам айтишник влюблялся в риэлтора, ну условно, то есть проникался им. И у меня вот кто сделал это задание, все получили по сделке с айтишником. А где они задавали эти вопросы? Очно или где-то в соцсетях? Это было, да, это тоже был квест. Потому что я, конечно, хотела, чтобы они встретились очно или хотя бы созвонились, но очень многие айтишники и особенно интроверты, они просили задавать им вопросы в Телеграм. Соответственно, когда ты взрослый риэлтор, уже нащупываешь айтишника, ну вот, вот деньги уже, да, вот клиент, а он тебя просит в Телеграм пообщаться, ты бежишь и делаешь свой Телеграм, заполняешь его описание, аватарку и так далее, чтобы не потерять клиента, который вот он уже рядом, то есть ты уже мозгу эту идею продал, клиент вот уже на горизонте, поэтому у тебя другая мотивация сделать свой аккаунт. Вот, я эту авторскую методику сейчас придумала, очень круто зашло, у меня 40 человек больше 100 заявок получило и сделок, и вот я продолжу в этом духе. Я расскажу как раз на жилищном конгрессе вот эту методику, какие вопросы мы задавали, как вот это получилось, в чем секрет успеха, и можно будет, кто приедет ко мне на мастер-класс, это внедрить в своем агентстве недвижимости, повторить этим пользоваться, не только по эти ипотеке, а и по другим вариантам тоже. вот. Ну что, у нас получился такой насыщенный очень разговор, мне кажется, нужно сделать какой-то, подвести итог, давайте скажем что-то типа пяти советов риэлторам, которые хотят начать продвигать себя в соцсетях. Совет, наверное, главный такой, забейте на личный бренд, не нужен, он вам. Рубрика вредные советы. Да, рубрика вредные советы, работайте над репутацией, потому что если своему мозгу поставить цель миллион подписчиков, то скорее всего ваш мозг сольется на первом же шаге. Поставьте себе другую цель, сформировать репутацию, пусть это будет 500 человек, 1000 человек ваших прошлых контактов, но эти люди поставьте себе целью, чтобы они были на вас подписаны, вас знали и вас рекомендовали. Эта цель адекватна, она достижима, и по времени тоже, то есть прям по смарту ее можно поставить. И тогда вы не сольетесь с этой историей, потому что личный бренд, в основном люди его не продвигают, потому что думают, что это какой-то должен быть контент для новых подписчиков, для какой-то непонятной аудитории. Работайте со своими бывшими клиентами. Так вы оцифруете сарафанное радио, оформите свои визитки в соцсетях и будете получать рекомендации. И для любого риэлтора эта история возможна, потому что, как мы уже сегодня проговорили, личный бренд это большие охваты. Там нужно быть не пассивной личностью, активной, там нужно грани бренда показывать, а не ту риэлторская ваша деятельность это только одна из грани бренда. В общем, эта история, она для единиц. Для работы именно в риэлторстве я считаю, личный бренд не нужен. Нужна репутация и известность среди ваших бывших клиентов и вашего окружения. Этого будет достаточно, чтобы достойно проводить по 4-5 сделок в месяц. Вот этот совет, наверное, главный. И тиктоковость формата любого контента. Выигрывают сейчас те эксперты, которые умудряются в 40 секунд видеоролик донести важную, сложную, экспертную информацию. И сделайте хорошую аватарку. И сделайте хорошую аватарку, хотя бы начните с этого. Хорошо, спасибо большое за интересный разговор. Спасибо вам за приглашение. До свидания. Про жилье. Спасибо. 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 Спасибо.